Привет, друзья, с вами Кик. Начался ажиотаж насчет того, что вот у биткоина двойное дно, и мы будем идти вверх. Но, как я не радовался касательно Ripple и Corda Network, так же я и не радуюсь этому двойному дну. И для этого у меня есть объяснение. Очень простое. Все прошлогодние росты биткоина были основаны исключительно на двух факторах. На английском это будет dump money, а на русском это будут, наверное, неумные деньги. Так вот, если неумных денег очень много, что и дает, по сути, истерию, золотая лихорадка, все начинают покупать в целях стать миллионером через несколько дней. Да. Так вот, все прошлогодние росты биткоина основывались на истерию, на золотой лихорадке, потому что биткоин ничем не обеспечивал этот рост. Технология биткоина ничем не обеспечивал этот рост. Как так же, как и сейчас, оно ничем не отличается. Эта технология ничем не отличается. Но вот тут уже роста не будет. Почему? Потому что много чего изменилось. Во-первых, нужно понимать, что United States никак не позволит будущее денег потерять контроль будущих денег. Мы знаем, что огромное количество биткоина уже накопили Джипа Морган и Голдман Сакс. Но вот майнинг по-прежнему в майнинге. Самые крупные майнеры в Китае. А что у нас в США и с Китаем? То, что там только пока что все плохо. Это первая причина, почему роста не будет. Вторая причина. У институциональных инвесторов нет готовых кастоди-платформ. Мы знаем, что Fidelity, BlackRock, Grayscale, тот же Джипи Морган и Голдман Сакс, они будут прилагать кастоди. То есть, смотрите, как это можно будет по-русски сказать. Когда вы покупаете криптовалюту, вы храните его в экченже или на, скажем, Trezor или Ledger в аппаратном кошельке. Или на своем компьютере. Но вот институциональные инвесторы, те, которые с большими средствами входят в рынок, это для них несерьезно. Это вообще несерьезно. Такой подход к хранению своих миллионов, не только своих. То есть, когда хедж-фонд входит в рынок, он входит в рынок с средствами своих клиентов. Вот все эти средства суммарно составляют огромное количество денег. Вот такой хедж-фонд не может хранить свои средства в аппаратном кошельке Ledger или Tether. Или на эксченже. Да, на эксченже он может хранить, но только если этот эксченж называется Настак, к примеру. Так вот, мини-веди мне вот это гарантирование, гарантированное хранение средств, по сути, и является кастоди-сервис. И самые большие банки и финансовые организации, они прямо сейчас работают над тем, чтобы предлагать кастоди своим клиентам, хедж-фондам и разным, и также индивидуальным инвесторам. Есть у нас кастоди, нет кастоди. Что вторая причина, что никаких больших денег нет в рынке. Не будет в рынке влито, потому что нет кастоди. И третья причина, которая касается регуляторов и законопроектов. Никакие огромные средства не могут избежать законопроектов на них. То есть, это налогоплодежные законопроекты, это регуляторные схемы инвестиций, кому позволено, кому нет, и сколько будет позволено. Так вот, таких законопроектов, также финансовых инструментов, как и тех, у нас нет. Так что, зная всего этого, думать, что вот это двойное дно, и мы отсюда будем идти вверх. И в конце, что я хочу сказать, что на этот раз истерия будет, да, когда рост начнется. Но эта истерия будет полностью контролируемая всеми тремя пунктами, которыми я сказал. И плюс, есть еще один нюанс, который многие люди не замечают. Это то, что на рынке очень много скам-проектов. Такие скам-проекты с помощью уничтожения сильного падения цены биткоина уйдут с рынка. Мы этого еще не видели. Это как бы бонус, а очистка, такая очистка будет бонусом. И даже открытие бакта не будет влиять на цену биткоина так сильно, потому что все равно эти три пункта не изменились. К примеру, бакт, чтобы решить как-то технологически часть, это динозавр под названием биткоин, который по всем параметрам отстал, но держится, вообще оно существует исключительно из-за своего бренда, который накопил за все эти годы. И Уолл-стрит тот же просто вынужден помпонуть биткоин, потому что очень много людей, инвесторов инвестировали, хедж-фондов инвестировали в этот бренд, скажем так. Но технологически биткоин уже динозавр. И если не будет тот же бакт, эту проблему с помощью оффчейна. Потому что они знают, что Lightning Network в конце года еле-еле, если будет. Но мы сделаем, что оффчейн, вариант какой-то оффчейн для перевода в транзакции. А когда будет Lightning Network, вот тогда и, наверное, оффчейн выйдет из использования. Я скажу вам честно, у меня никогда не было биткоина и никогда не будет биткоина. Даже зная то, что Уолл-стрит вынужден еще раз помпонуть биткоины, и будет это очень сильно. Наверное, если они как-то не схеджируют свои позиции. То есть все эти огромные хедж-фонды и инвесторы, которые вошли очень рано, они все хотят, чтобы биткоин еще раз помпал. Потому что цель все понимают. Все умные инвестора понимают, что в итоге всегда побеждает технология. Лучшая технология, а не первая технология. Если с помощью Lightning Network это будет биткоин, тогда и не надо будет выходить. А если нет, то там есть очень много проектов, на которые можно схеджироваться. Вот и все. Спасибо всем. Пока. Продолжение следует...